Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикубум. Сегодня мы будем вязать вот этот узор, который выполняется техникой мозаичного вязания. Мозаичное вязание это обычная платочная вязка, но выполняется она двумя цветами пряжи. Вот этот образец я связала темным синим и светлым серым. Мне контраст показался не очень ярким, и поэтому я поменяла серый цвет на белый, вот на эту пряжу. И посмотрите, как заиграл рисунок. Если посмотреть на него издали, то вот эти вот волнистые полосочки напоминают араны. То есть можно связать обычной платочной вязкой и получить эффект аранов. В одном ряду один раппорт вывязывается на 16 петлях, поэтому наберите на вашей спице такое количество петель, чтобы оно было кратно 16, плюс 2 кромочные. И начинаем вязать основным белым цветом. Им мы набираем петли и провязываем нулевой базовый ряд, который потом повторяться больше не будет. А когда мы вернемся на лицевую сторону, то первый ряд мы провязываем вторым цветом. У меня это темно-синий. Изнаночная сторона выглядит вот так. А в высоту один раппорт вывязывается на 24 рядах. Итак, давайте приступим. Выбирайте те цвета, которые больше вам нравятся. Если вы хотите что-то яркое, заметное, тогда нужен сильный контраст. Если что-то более спокойное, на повседневку, тогда можно подобрать вот такие. Даже взять один цвет, но два разных оттенка, и тоже будет смотреться очень красиво. Сейчас мы с вами приступим к выполнению первого ряда. Он вывязывается вторым цветом. У меня это темный синий. Тот цвет, который только что закончил работу, остается здесь. А эта нить готовится к работе. Итак, давайте приступим. Кромочная петля провязывается. Это позволяет нам закрепить новый цвет рабочей нити. Далее провязываем 8 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Затем следующая петля снимается. Одна петля провязывается. И еще одна снимается. А далее 5 петель провязываем лицевыми. Итак, мы с вами провязали полный раппорт. Это 16 петель. И сейчас повторяем его. Всего у меня на спицах 3 раппорта. Первые 8 петель провязываем лицевыми. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Затем одну петлю нужно снять, одну провязать и одну снять. Снимаем, провязываем, снимаем. И оставшиеся 5 петель этого раппорта провязываем лицевыми. В мозаичном вязании все ряды провязываются лицевыми петлями. Готово уже 2 раппорта. И остается еще третий. 8 петель провязываем лицевыми. Четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Затем одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем и оставшиеся 5 провязываем лицевыми. Третья, четвертая, пятая. Кромочная тоже провязывается лицевой. И вот у нас готов первый ряд. С изнаночной стороны продолжаем работать этой же нитью. Кромочная петля снимается. Теперь все петли одного цвета с рабочей нитью мы провязываем лицевыми. А контрастные петли снимаем, захватывая вот так, оставляя при этом нить перед работой. Синяя петля провязывается, белая снимается, нить перед работой. Далее у нас идут темные петли, мы их провязываем. И снова белая снимается с левой спицы на правую нить перед работой. Синяя провязывается, белая снимается. И далее снова провязываем темные петли лицевыми. Белые снимаются, синие провязываются. Белые снимаются, синие провязываются. Мы заканчиваем второй ряд. Теперь тот цвет, который мы только что работали, остается с этой стороны полотна. А новый, белый, готовится к работе. И начинаем сейчас провязывать третий ряд. Сначала провязываем кромочную. Далее, одна петля провязывается, одна снимается. Провязываем, снимаем. Далее провязываем пять лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Затем одну петлю снимаем. И теперь провязываем восемь лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Мы провязали один раппорт. Повторяем. Одна петля провязывается, одна снимается, пять провязываются, Одна снимается, восемь провязываются, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Готов второй раппорт. И начинаем третий. Одну петлю провязываем, одну снимаем, пять провязываем, Одну снимаем и восемь провязываем. Кромочная тоже провязывается лицевой. Мы закончили третий ряд. С изнаночной стороны все петли одного цвета с рабочей нитью мы провязываем лицевыми. Кромочную я снимаю. Провязываем все белые петли. Контрастные петли снимаются с левой спицы на правую, так, чтобы нить оставалась перед работой. И так во всех изнаночных рядах. Все петли одного цвета с рабочей нитью мы провязываем. Все контрастные петли мы снимаем с левой спицы на правую, нить перед работой. Закончили четвертый ряд. Возвращаемся на лицевую сторону. Начинаем пятый ряд. Мы только что закончили работу белым цветом. Он остается здесь, перед полотном, а синий цвет готовится к вязанию. Сначала провязываем кромочную петлю. Теперь начинаем работать на 16 петлях. Первые две петли провязываются. Затем нужно будет 3 петли снять, а между ними по одной петле будем провязывать. Работаем вот с этими 5 петлями. Значит, у нас первая петля снимается, вторая провязывается, третья снимается, четвертая провязывается и пятая снимается. Далее провязываем 3 лицевые. Первая, вторая и третья. И здесь снова работаем вот на этих 6 петлях. Мы будем одну петлю снимать, а одну провязывать. Снимаем, провязываем. Второй раз снимаем, провязываем. И третий раз снимаем, провязываем. Итак, мы с вами закончили первый раппорт. Теперь его нужно повторить. Две петли провязываем. Первая, вторая. Теперь здесь работаем. Одна снимается, одна провязывается. Сняли, провязали, сняли, провязали, сняли. Далее у нас идут по схеме 3 лицевые петли. И оставшиеся 6, вот эти, чередуем. Снимаем, провязываем, снимаем, провязываем. Так 3 раза. Снимаем, провязываем первый раз, снимаем, провязываем второй раз, снимаем, провязываем третий раз. Готов? Второй раппорт. Третий. 2 провязываем, теперь работаем с этими петлями, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, далее 3 петли провязываем лицевыми и оставшиеся 6 чередуем одной снятой и одной провязанной петлей. Снимаем, провязываем первый раз, снимаем, провязываем второй, снимаем, провязываем третий. Кромочная провязывается лицевой. 5 ряд готов. С изнаночной стороны уже знакомая нам техника. Я сейчас еще раз покажу, как провязываются изнаночные ряды. Больше мы не будем на них останавливаться, потому что техника повторяется. Если у нас рабочая нить синяя, то тогда синие петли мы провязываем, а контрастные снимаем. Если в следующем ряду у нас уже будет рабочая нить белая, то тогда мы белые петли будем провязывать, а синие снимать. Итак, сейчас у меня рабочая нить синяя, значит после кромочной все петли синего цвета я провязываю, все петли белого цвета снимаю. Нить при этом остается перед работой. Синие провязываем, белые снимаем. Закончен шестой ряд. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Синий цвет остается перед работой, белый готовится к вязанию. Седьмой ряд. Сначала после кромочной, которую мы провязываем лицевой, нам нужно провязать 9 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Затем одну петлю снимаем и провязываем 5 лицевых петель. Вторая, третья, четвертая, пятая. Одну петлю снимаем и раппорт на 16 петлях готов. Повторяем. Сначала провязываем 9 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Одна петля снимается. Пять лицевых. Вторая, третья, четвертая, пятая и одна петля снимается. Готов второй раппорт и довязываем третий лицевых. С изнаночной стороны все петли белого цвета, так как у нас рабочая нить белая, мы провязываем лицевыми. Все контрастные петли мы снимаем. Нить при этом остается перед работой. Провязано уже 8 рядов. И сейчас мы закончили работать белым цветом. Ниточка остается здесь, перед работой. А темно-синий цвет готовим к вязанию. И начинаем сейчас девятый ряд. В девятом ряду после кромочной нужно одну петлю снять, одну провязать, одну снять. И далее 13 петель провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая. Раппорт на 16 петлях готов. Повторяем. Кромочная петля провязывается лицевой. Мы закончили девятый ряд. Одиннадцатый ряд провязывается нитью белого цвета. Готовим его к вязанию. Провязываем кромочную. И далее по схеме у нас три петли провязываются. Первая, вторая и третья. Затем одна петля снимается и девять провязываются. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Затем одну петлю снимаем, две провязываем и готов первый раппорт. Повторяем. И кромочная. Это был одиннадцатый ряд. Итак, половина раппорта провязана. Мы провязали сейчас 12 рядов. Начинали мы с вами вязать вот отсюда. Вот сколько уже провязано. И сейчас к работе готовится синий цвет пряжи. Мы начинаем провязывать тринадцатый ряд. После кромочной. Одна петля снимается. Затем тринадцать петель провязываем лицевыми. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая. Затем одну петлю снимаем и одну провязываем. Это весь раппорт в этом ряду. Повторяем. Это был тринадцатый ряд. Начинаем пятнадцатый ряд. Он провязывается белым цветом. После кромочной. Одну петлю провязываем. Одну снимаем. Пять провязываем. Вторая, третья, четвертая, пятая. Затем одну снимаем. И восемь провязываем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Готов первый раппорт. Повторяем. Мы закончили пятнадцатый ряд. Семнадцатый ряд провязывается нитью синего цвета. После кромочной первые две петли провязываются. Затем работаем вот на этих петлях. Здесь одна снимается, одна провязывается. Чередуем. Одна снимается, одна провязывается. Одна снимается, одна провязывается. И одна снимается. Затем провязываем три лицевых. И оставшиеся шесть петель тоже провязываем, чередуя одну снятую, одну провязанную. Снять, провязать первый раз. Снять, провязать второй раз. Снять, провязать третий раз. Готов весь раппорт на 16 петлях. Итак, провязываем до конца ряда. Мы закончили семнадцатый ряд. Начинаем девятнадцатый ряд. Он провязывается нитью белого цвета. После кромочной провязываем девять лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Затем одну петлю снимаем и провязываем пять лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И завершаем раппорт одной снятой петлей. Первый раппорт готов. Повторяем. Девятнадцатый ряд закончен. Готовим к работе синий цвет и приступаем к выполнению двадцать первого ряда. Здесь, после кромочной петли, нам нужно провязать шесть лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Затем одну снять, одну провязать, одну снять и семь лицевых. Первый раппорт готов. Продолжаем. Закончен двадцать первый ряд. Мы провязали уже двадцать два ряда нашего раппорта в высоту. Начинали мы вот здесь. Вот сколько мы уже продвинулись в нашей работе. И сейчас мы приступаем к выполнению двадцать третьего ряда. Это заключительный ряд с лицевой стороны. Провязывается он нитью белого цвета. И после кромочной петли, сначала нужно провязать пять лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Затем одну петлю снимаем и провязываем еще пять лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Затем одну петлю снимаем и провязываем четыре лицевых. Первая, вторая, третья и четвертая. Готов первый раппорт. Повторяем. Двадцать третий ряд готов. И с изнаночной стороны заключительный ряд. Всего раппорта в высоту двадцать четвертый. Рабочая нить у нас белого цвета. Значит, белые петли мы провязываем лицевыми. А контрастные снимаем нить перед работой. Итак, мы с вами закончили весь раппорт в высоту. Сейчас на моем образце их уже три. Вот такой вот еще один двухцветный узор, выполненный техникой мозаики. Выполняется очень просто, а результат получается очень интересный. На этом я свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о каждом новом видео. Всего вам доброго. До свидания. Оставляйте свои комментарии. До свидания. Продолжение следует...